Так, давайте посмотрим сегодня коробочку новую от Takama Panzer Kampwagen A1 aus B Лимитирное издание от Takama, масштаб 1.35, артикул 21.45b Ну тут буквально по факту новая только коробка, потому что, если говорить про сам набор, то 2000, по-моему, если не ошибаюсь, в 21 году у Takama выходил набор, коробка под артикулом 21.45 без букв walked off, где был комбо набор из 2 модификации немецкой единички, соответственно Aus FB и Aus A Aus A укороченная, Aus FB под длине перед нами Эта коробка решила располовинить только двойной набор на 2 коробки Соответственно, у нас есть 2 условно новых набора 21.45b в модификации A и, соответственно, 21.45b Чис sna pink so many little и, насколько я понимаю, в отличие от большого комбо набора, которому 3 года это то, что деталей стало в два раза меньше, и, соответственно, тут одна модификация. Очень простая коробочка, даже без бокс-арта, абсолютно ничего нет, то есть супер такая вот никакая, можно сказать. Про немецкую единичку рассказывать смысла нет, потому что я, собственно, уже в такомовском 16-м масштабе про единичку что-то там рассказывал, поэтому будет, наверное, короткий обзорчик исключительно по самому содержимому коробки. Ну да, давайте ныряйте, собственно, смотреть больше нечего. Коробка, комплектация стандартная такомовская, стандартно упакованный по такомовский пластик, помимо пластика в комплекте у нас немножко фототравления, поговорим, тросик небольшой, это приятно медный, и инструкция, соответственно, все как стандартно вот такома упаковано, все дополнения в одном пакете, инструкция тоже с инструкцией, как обычно, и начнем. Такой вот такомовский, опять же, стандартный буклетик. Единственное, что, я так понимаю, буклетик новый, то есть, все-таки они его напечатали, маленький такой, тоненький. Историческая справка, как обычно, у такома, но только на английском языке. Буклетик клянцевый, не сказать, что очень удобный для сборки, использования при сборке, но зато красивый. Краски, краски даны на миг, а мы исключительно, это, по-моему, традиция у такома, насколько я помню. Перечислены здесь, соответственно, краткая инструкция, расклад клетников, коих, в принципе, ну, совсем мало, буквально тут несколько штучек. Сколько всего деталей? Ну, я даже думаю, может быть, даже 200 штук. Нет, скорее всего, меньше 100 с чем-то, наверное. И сразу начинается сборка. Соответственно, тут все очень просто. Значит, вам на корпус в одну деталь сборка тележек с катками. Сразу можно сказать, что я слышал, вот, в отличительной особенности этого такомовского набора, что у них к пластику, к каткам добавлены вот такие вот фототравленные обода. Вот, кстати, второй же шаг, вот, нам показывают, как их приклеивать, то есть они клеятся на пластиковые катки. И я слышал информацию о том, что и в старом наборе 2025 года, комбо-наборе, и в этом одна и та же проблема, что эти обода, ну, по-моему, недоразмерены, насколько я помню, то есть они не подходят к этим каткам. То есть это мы попробуем, наверное, проверить, когда посмотрим пластик, но сразу, раз уж второй шаг, можно об этом упомянуть. Соответственно, тележки, поддерживающие катки. Система подвески тут пружинная, тележечная, то есть никаких балансиров еще тогда в немецком тантанкостроении еще не изобрели. Ну, тут всякие такие вот системы прикольные. Опять же, те же самые обода и так далее. Ну, подвеска, понятное дело, абсолютно не рабочая. Гусеницы тут будут сегментные, поэтому так вот оно все, в принципе, скорее всего, намертво и клеится. Может быть, если только какую-то автомаркетную рабочую гусеницу покупать, то, может быть, что-то можно с ней как-то поиграться. Ну, какие-то минимальные детали по ванне приклеиваются. Собственно, очень быстро собирается ходовая часть. Звездочка, опять же, там где-то там у нас ленивец потом. Ну, те же самые обода. Еще детали подвески по обе стороны. Вот, соответственно, буквально вся ходовая уже к восьмому шагу у нас будет собрана. Соответственно, тут видно, что все на сегментных гусеницах, соответственно. Коротенькие участки 2 по 2 трака на огибание звездочки и ленивцы, и длинные участки на все остальное. Вот, соответственно, ну, как бы, ну, это такома, поэтому такома рабочая подвеска вообще не частый густь. Гусеничные полки, опять же, с шансом домкраты, всяческие клещи, ломы, лопаты-попоры под домкратные бруски, соответственно, кривой стартер, условный огнетушитель, ну, в общем, вся мелочевка. По копийности, толщине полок, скорее всего, ничего сказать точно не могу, но, скорее всего, они, конечно, толстые, потому что пластик он просто не может быть, да, точно тонким по технологическим причинам. Задние брызговики, и начинается у нас сборка, соответственно, верхней части корпуса. Она тоже в одну большую деталь. В основном, единственное, тут вот мелочевка, лючки всякие приклеиваются. Передняя вот эта панель, где, соответственно, у нас заседает механик. Насколько я помню, экипаж, по-моему, два человека в этом танке, я могу ошибаться, но, по-моему, да, то есть командир, стрелок, соответственно, и механик-водитель. Очень маленькая такая машинка, размером с Жигули копейку, наверное, примерно так. Ну, какая-то минимальная внутряночка тут есть, как будто, возможно, можно эти лючки немножко приоткрыть, как бы вот эти со смотровыми щелями. Соответственно, глушитель здесь же появляется, ну, я смотрю, он как вроде... Не, он из двух деталей, к сожалению, да, будет со швом. Ну, никакой тут травленной обрешетки у него нет. Еще там какая-то мелочевка, ну, и, соответственно... А, нет, травленная обрешетка есть, вот я ошибся. По креплению троса не совсем понятно, я где-то пропустил, что-то, да. Просто вот вроде крепления троса, а где сам трос, на каком шаге устанавливается, как будто бы и не видно. То есть вот здесь он уже появился, но, ну, ладно, я не думал, что это очень сложный шаг. Антенна в сложенном положении, так сказать, специальную скобу. Соответственно, вывод, по-моему, как раз... Чего это вывод? А, ну, антенны и выводы есть, наверное, не помню, что это такое. Ну, тоже стандартная для единички тема. Передние эти брызговики, ну, или что-то типа того. Ну, тут есть травленные детальки, опять же. И буквально 18-й шаг, уже по факту сборка и заканчивается. Башенка маленькая, два, насколько я помню, у единички в этой модификации два пулемета. По-моему, никакой пушки даже автоматической нету. Ну, люк отдельной деталью, наверное, теоретически можно открыть, но никаких фигурок у нас в комплекте нет. Опять же, лючки, ну, смотровые вот эти, сделаны у нас отдельными деталями с какими-то внутренними имитацией механизма. То есть, возможно, тоже можно будет сделать чуть-чуть приоткрытыми, но это не точно, как говорится. И потом начинается окраска. Краска, опять же, повторяется, что краски и схемы у нас даны на Амамик, только на краски. Даны вариант на Польшу, на польскую компанию подразделения на 1939 год. Да, привязки даны, это хорошо. Показаны даже, кстати, еще подписи, как можно что с везерингом делать. Тоже даны рекомендации, какие материалы от Амамик нам предлагают использовать. Ну, такая вот рекламная коллаборация. Такой вот камуфлированный вариант с тыкалями. И второй вариант, ну, тоже, я так посмотрю, ничем не отличается. Вроде на ту же польскую компанию. Опять же, на 1939 год, только другое подразделение. Вот эти характерные одноцветные кресты у немцев еще. Бетевтон-кроицев. Ну, и декали, опять же, те же самые. То есть, похожий камуфляж. Все, в общем-то, то же самое. Так что, в общем, схемы окраски... А, подождите, все ли это схемы? А, тут схема окраски в виде такой разворота у нас. Ладно, то есть, получается, еще есть схемы. А, есть схема на Францию. Да, вот она отличается. Это уже 40-й год уже появился. Тектон-кроиц, соответственно. И еще одна на Францию. Вот тоже. Ну, камуфляж практически на всех вариантах очень похожий. Единственное, там по минимуму... По минимуму отличается декалий и окраска. Ну, и, соответственно, другие наборы таком. Больше ничего у нас здесь нет. Очень коротенькая конструкция. Давайте смотреть пластик. Так, стандартные такмовские пакетики. Кроме вот этого. Вот этот вот застегивающийся пакетик у нас помещена. Мизерная такая, очень маленькая ванна корпуса и верх корпуса. Они сделаны в одну деталь. Это приятно. Это экономит время. Соответственно. Вот так это все у нас как-то стыкуется. Ну, в принципе, сходимость этих деталей вроде бы, наверное, на первый взгляд, особых вопросов не вызывает. Вроде бы все выглядит недостаточно пристойно. Ну, наверное. Не знаю. Ну, как будто бы да. Как будто бы да. Хотя, конечно, однозначных таких фиксационных пазов, которые вы прям мертво бы соединяли, нет. Да, то есть, все равно вот как-то надо поиграть немножко этими деталями. Ну, ладно. Соответственно, сзади рельеф. Вот неглухая решетка над МТО. Ну, эти лючки глухими сделаны. Ну, такая вот очень маленькая, собственно, машинка. Единичка, с чего, собственно, начиналось построение панцерваффе нацистской Германии. Ну, соответственно, под ней еще есть какой-то рельеф. Клепка. Здесь тоже имитация клепки присутствует. То есть, ну, в принципе, выглядит нормально, прикольно. Ничего плохого сказать не могу. Так, что еще? В таком похожего типа пакетике башенка. Тоже очень маленькая, буквально, собственно, под одного человека. Соответственно, под люк одной деталью оставлены, и под остальные смотровые лючки тоже оставлены у нас промежутки. Соответственно, теоретических можно будет приоткрывать немножко. Ну, и больше тут ничего нет. Никакой особой внутрянки внутри нет. Это вот просто такая вот маленькая, в одну деталь сделанная башенка. И, соответственно, остается у нас всяческая мелочевка. Стандартные такомовские пакетики заклеивающиеся. Так. Здесь у нас что? Низ башни. Соответственно, вот видим лючки на башню. Ну, какая-то микровнутрянка есть. То есть, наверное, теоретически можно будет его открыть. Если, допустим, кого-то сажать в башенку. Ну, детали передняя, лобовая деталь. По-моему, нижняя, да, получается. Брызговички, детали подвески, я так понимаю. Ну, тоже детали вот от башни. Ну, не совсем понятно, кстати, будет ли сохранена подвижность... Там я, честно говоря, не обратил внимания. По подвижности пулеметов... Ну, честно говоря, сейчас уже смотреть лень. Ну, возможно, возможно, и будет. По вот этим вот штырькам. Возможно, пулеметная... В вертикальной оси все-таки будет подвижно сохраняться. Детали условной маски пулеметов. Держатели под антенну. Ну, и много лючки, опять же, мелочевка. Шанец, опять же, здесь присутствует. Ну, не совсем, кстати, такой типичный для таком и литники. Я смотрю, что питатели довольно тоненькие. В отличие от обычных такомовских, которые достаточно толстые. Это не всегда бывает. Вот здесь они такие прям тоненькие. Видно, что, кстати, многоразъемность использовалась. То есть на некоторых мелких деталях, чтобы сделать отверстие. Это тоже, кстати, очень приятно. Ну, и вообще сложные конфигурации деталей. Ну, в остальном, выглядит неплохо, вполне прикольно. Так, еще один литничек с мелочевочкой у нас. Заклеивающийся. Тут у нас... Ну, как сказать, я мелочевкой называю, потому что там маленький, да? Надгусеничные полки. Ну, с такими вот интересными оставленными такомом, конечно, остатками толкателей. По-моему, таком только так делает. Ну, как нет, не только таком, но... Некоторые китайцы оставляют такие интересные прям пеньки. Хоть это и внутренняя часть надгусечных полок, но все-таки их придется как-то аккуратно скусывать. Хотя, конечно, я думаю, можно особо не усердствовать. В обработке вряд ли они будут видны. Кто-то там подгусечные полки между гусеницей будет заглядывать. Это, конечно, сомнительно. Ну, и пластиковые, соответственно, надгусечные полки. Рельеф такой довольно красивый. Про копийность толщины я уже говорил. Тут, в принципе, повторяться смысла нет. Ну, передние детали тут смотровая. Смотровой лючок механика водителя. Детали, я так понял, насколько понял, глушителя. Но, по нему, они не смогли одной деталью сделать даже. С многоразъемностью. Опять же, смотровые лючки. Много всяческой мелочевки, брызговики и так далее. Немножко шанса, опять же, сюда попало. Ну, в принципе, питатели такие же, как и на прошлом литнике. Сказать особо прям, что-то особенного тут не скажешь. И, соответственно, остается буквально в основном два литничка. В основном, я так понимаю, по ходовке. Соответственно, большой. Два штука. Где у нас присутствуют катки и гусеницы сегментные. Абсолютно одинаковые. Соответственно, вы можете понять один. Тут, соответственно, и звездочки ведущие. Видимо, ленивцы. Но я точно не помню уже. Вот так вот реализованы большие и крупные сегменты. Ну, достаточно ажурный сегмент такие гусеницы. Выглядит достаточно прикольно. Надеюсь, в отличие от 55-ки, они будут нормально сходиться между собой, эти сегменты. Ну, детали механизмов, ручки там или держатели, лючков вот этих, которые теоретически можно. Очень такой микроскопический ковыш. Но, тем не менее, с отверстием многоразъемность использована здесь. В остальном, ну, давайте приложим к травлению что-то, да? Помните, я говорил, что ходят слухи, что эти самые травленные обода, они нифига не правильно размерены. Можно попробовать приложить, конечно. Насколько я понимаю, они везде одни и те же. Ну, вообще, насколько я понимаю, они должны быть шире, чем вот это вот ребро по дорожным каткам, скажем так, или колесам, как их... То есть, если я правильно понимаю, да, вот, если в тонкий момент еще раз внимательно посмотреть, обода должны идти по какой стороне? По внутренней или по внешней? Ну, вообще, как будто бы по внутренней, да? Если вот так вот приглядеться. Ну, как будто бы чисто вот если приложить, да, одно к другому. Ну, вообще... Сказать, честно говоря, сложно, не отделяя детали, ну, как будто бы ощущение, что вроде бы внутрь оно проваливается нормально. Ну, чисто вот вроде бы так выглядит. Ну, конечно, сомнения, раз об этом встречается информация от покупавших предыдущий набор, двойной. Может быть, таком что-то исправил здесь. Не знаю, а может быть, все-таки просто на взгляд это... Ну, выглядит как будто внутрь они проваливаются нормально, эти травленые детальки. Но информацию я донес. То есть, слухи о том, что переразмеренные, недоразмеренные эти обода якобы была. Может быть, они и недоразмеренные, наоборот. Ну, как будто бы внутрь вроде вылезают. Но не совсем понятно. До сборки окончательно узнаем, собственно, на сборке. Так, соответственно, ходовая. И еще буквально два таких же литничка у нас остается на... Тоже на ходовую, но на подвеску. На тележке, я так понимаю. И всякое такое. Тоже абсолютно два одинаковых. Сюда же тоже два сегмента гусенин запихали. Те самые рессорные детали тележек. Ну, это, по-моему, ленивец или что это у нас такое. Ну, и какие-то скобы минимальные. И какая-то микромелочевка. Скрючки там. И детали подвески. Собственно, и немножко вот совсем со щелями смотровых приборов. Причем вот один сделан глухой. Хотя с щелью, да. А второй вот сделан прям с натуральной щелью. То есть, она прям не глухая даже. Даже просматривается через нее что-то. И помимо этого она остается буквально тут. Опять же, возвращаясь, те самые обода, по которым есть сомнения. Уже их показал, кто отравленные. И в допах тоже стандартная такомовская тема. Кстати, да, забыл, соответственно, сказать про основной плюс этого набора. В отличие от 21.45 комбо-набора исходного, этот набор совсем дешевый. То есть, буквально звездовские цены. То есть, у нас сейчас звезда, в принципе, так подорожала. А таком он, в принципе, наверное, можно сказать даже... Ну, был дешевый, может и подешевел. Что таком и звезда у нас сейчас, в принципе, стали играть фактически в одной ценовой категории. То есть, цена вот этого набора, ну, на момент обзора, наверное, что-то в районе, по-моему, полторы тысячи можно было его найти. То есть, буквально даже не две дешевле. То есть, ну, танчик маленький, но и цена соответствующая. Поэтому это один из очевидных плюсов. Такой микро... И при этом есть допы, да, опять же повторюсь. Микротросик, буквально ниточка, но металлический, тем не менее. Это прикольно. Микрорешёточка такая вот, буквально. То есть, засилий от отравления тут нет особо никакого. Хотя, как будто бы, странно, где-то я как будто бы в инструкции видел упоминание каких-то отравлённых деталей, которых я, честно говоря... Ну, в инструкции перечислено ровно то, что должно быть. Просто как будто мне показалось, что где-то я видел какие-то детальки фотоотравлённые. Может быть, мне и показалось, как будто бы я не заметил их в коробке. Но, наверное, мне, собственно, показалось. Но это, собственно, уже, так сказать, дую на молоко, потому что, помните, да, тогда отсутствие прозрачки в хетцере, да, вот это всё, с которым пришлось разбираться. Так иногда, мне кажется, можно подложить свинью. Всё-таки цена... Низкая цена не даётся даром, но, видимо, нет. Мне всё-таки показалось, отравление это всё, судя по всему, обода. Ладно. Микротравлённая решёточка. И, соответственно, те самые декальки, заботливо упакованные на монет трампетера. Ну, кстати, вариантов окраски довольно много, несмотря на то, что они все, в целом, достаточно похожи на друга, но, тем не менее, декали насыпали, ну, порядочно всяческих. По этой самой причине. Вот такой, собственно, у нас дешёвый, располовиненный, одна из половин бывшего комбо-набора. Вот такая дешёвая половинка, если вам не нужны обе модификации, единички А и Б, а, например, интересует какая-то одна, соответственно, совсем задёшево можете взять такомовский набор с допами в целом. Выглядит он вполне неплохо.